привет меня зовут маша и ты на моем канале от скуки посвященному вязанию и около около вязальной темы сегодня у меня в кадре уже готовая работа первая работа марта это подарок для моей сестры носочки я еще не постирала поэтому один я просто натянула на блокатор чтобы тебе показать какие они классные получился 2 видишь в таком виде это у меня блокаторы 3840 по размеру но сестры у меня тридцать девятый размер так что ей будет хорошо вот и на оба носочка у меня ушло 75 грамм так что имею ввиду что вот такой тебе пасма целая хватит на любые носки в принципе у меня вот еще 25 грамм осталось но я думаю куда-нибудь их приспособлю может на какие-нибудь однотонные носочки сделан например носки и пятки такие цветные в общем куда-нибудь ее точно приспособлю сегодня тебе не буду не трясти никакими не готовыми не полу готовыми работами потому что наверное сейчас займусь просто папиным кардиганом не хочу его уже тащить в кадр я от него из честно подустала прям совсем сильно так а еще сегодня я получила посылку от моей подружайки вязальной из питера татьяна если помнишь она мне очень-очень давно отправляла пряжу с яком вот сегодня она мне отправила это твит опять же минотаур но что я тебе могу сказать минотаур минотауру рознь это не тот самый мягенький пушистенький котеночек это вот как я тебе показывала есть до него а есть до него другой час секунду вот нашла свой образец другого минота во первых это толще здесь у меня постиранный образец ну то есть видишь вот этот образец до вы то практически такой же как этот после но если вот этот такой ватный мягенький то вот этот прям шерсть шерсть он такой прям конкретно шерстяной хотя по бирочки ну я правда нашла это на авито так что могу только верить на слово олимпиас минотаур и этот уже идет 270 видишь вот тит 2 2.700 то есть это 270 метров на 100 грамм он более шерстистый но я такую пряжу люблю она мне прям очень-очень нравится поэтому вот хочу попробовать связать образец сразу с аранами как ну в общем я эту пряжу изначально когда нашла я сразу то не сказала что я из него буду вязать большой белый свитер с аранами поэтому и образец я сразу вижу с аранами в глади она мне даже не интересно так ну образец я тебе уже покажу готовый в любом случае это таня сказала что мой портрет не могу не спорить очень похоже я считаю вообще одно лицо только я без очков хожу но кстати у меня есть зеленые очки прозрачный как раз таки круглый так что портрет свой показала следующее что мне прислала таня она прислала мне свое разочарование сказала ты должна это попробовать и рассказать людям в общем смотри это твит галис тоже от мили фили он примерно такой же по метражу по составу точнее по составу такой же как минотаур по метражу по моему тоже не буду врать я ута не спрошу она мне до 100 ночные данные я подпишу покупала таня кстати в 101 нитки там же где я покупала свой траппер так что если что имею ввиду но у нее он совсем не раскрылся он даже в матке очень такой прям проволока в общем она мне прислал говорит может ты его победишь может я что-то не так делал короче она мне прислала говорит я тебе отправила чуть-чуть на образец 300 грамм хороший будет образец следующее что мне таня отправил ну мы с ней поменялись так сказать я отправилась помнишь у меня был як спушеный с альпака я отправила половину своего яка она мне отправила бобинку вот такой замечательной пряжи я очень сильно хотела попробовать еще в прошлом году на и что это это от бронелла кучинели супер пиома только почему-то в москве она продавалась во всех магазинах с уродливыми здоровыми серебряными пайетками ну как не то что уродливые в моем понимании да то есть кому-то это нравится кто-то это носит вот это умеет носить я это не умею носить мне это не нравится я не понимаю этого вообще то есть я могу понять поэтки поедки когда их или много да но они как-то вот красиво сочетаются там вот прям подходит красиво или могу понять поедки когда вот как на моей зеленой кофте да то есть они прозрачные их практически не видно они чуть-чуть бликует вот тогда поедки для меня норм а когда у тебя какой-то красивый цвет самого хлопка и сверху такие вот серебряные блямбы вот которые непонятно как-то вот налеплены ну я то что было в москве вообще не поняла когда таня сказала что у нее есть лишняя бобинка вот такого цвета я с ней с удовольствием поменялась значит смотри я не не понимаю сколько здесь по бирочки из магазина воли но судя по вот этим данным значит здесь два деленное на 70 то есть это три с половиной тысячи и здесь их 5 ниточек значит у меня здесь 700 метров на 100 грамм по идее и это в принципе похоже на правду то есть она достаточно тоненько но есть сейчас попробую там на двоечке на два с половиной связать небольшой образец мне просто интересно как это пряжа себя поведет в полотне обязательно постираю тебе покажу ну кстати магазин воли он не дешевый и вот там этого ниточка стоило 300 но это по моему то не говорил покупала в прошлом году если тебе прям очень интересно заходи на сайт воли там вся информация меня можно точно не мучить потому что это обмен я ее не покупала таню может не мучить потому что зачем мучить человека она мне больше ничего не пришлют а еще добрая девочка то таня говорит ну что ж дунда гуя тебе прислала а как же у тебя в коллекции не будет кауни и прислал мне такой потрясающий цвет кауни я ее конечно расстроила кауни у конечно же есть причем покупала ее непосредственно в таллине так сказать на родине но такой цвет просто великолепный я на нее смотрю и прям огонь вообще люблю такую прям натуральную шерстистую ткань так что в принципе я сейчас сяду свяжу все образцы по стираю носочки сестры и завтра к тебе уже подключусь с итогами что значит вид галис почему он при таком же составе а кстати не то не еще присылал такие классные пуговицы тоже в подарок так что прям вообще огонь огонь я правда не знаю как их использовать на изделии да потому что это дерево можно его стирать или нет но я попробую куда-нибудь их приспособить потому что выглядит они прикольненько вот значит я побежала вязать образцы чтобы завтра к тебе уже подключиться с какими-то итоговыми данными да потому что мне уже поступали неоднократно вопросы по этому твиду галис магазине где этот галис продается написано что супер мягкий можно использовать даже детям но я бы могу могу сказать что я бы вот эту не использовала бы даже на коврик то есть она реально это проволока то здесь минотауру он изначально в бобине уже мягенький то вот это вот реально проволока в общем сейчас я свяжу образец буду пытаться с ней побороться и потом тебе расскажу что есть на самом деле галис стоит ли его пробовать или не стоит или вообще обходить стороной и забыть и мне очень интересно что такое что что это у меня за минотауру который во первых метражом 270 они 420 и почему он такой прям шерстистый хочу попробовать связать образец в общем увидимся с тобой завтра уже с какими-то итогами и пониманиями что у нас получается расцветка огонь просто безумно красивый все пока пока ну вот смотри я связала образец из минотауру я кстати посмотрела в интернете реально есть от олимпиаз но это производитель минотауру с толщиной 270 то есть это ну я так понимаю натуральная не подделка но наверное для кого-то спецзаказа но он реально шерстистый то есть если обычный минотауру гладенький такой прям мериносовый шелковистый то это прям шерстюшка такая ну я надеюсь он раскроется будет хорошо так сразу предвижу вопрос что за узор где взяла сейчас покажу это я покупала еще сто пятьсот лет назад на алиэкспресс но они по моему там до сих пор есть если хочешь вот за скринь обложечку и на алиэкспрессе посмотришь и вот он мой узорчик взор 67 схемку конечно не покажу потому что это не не моя как сказать умственная деятельность это чувство чужое так что вот такой журналчик там 67 узор мне он очень нравится я его кстати очень очень хорошо использую на носочки вот так вот и соберешь то это прям панелька для носков очень симпатичная получается так я просто сейчас решила подключиться пока его не пошла стирать вот а это второе которое у меня галис я скриншот ставлю и не помню как он называется в общем он уже безумно косит и это проволока такое ощущение что проволока в общем я хочу довязать образец это тебе просто показываю какой он весь корявенький вяжется не скажу что прям легко достаточно проблематично но я надеюсь что стирка ему чуть-чуть поможет а не свой победила только прокипятив в уксусе так что я надеюсь у меня до уксуса не дойдет да я просто показываю чтобы было потом сравнить до и после поэтому на сегодня с тобой уже наверно попрощаюсь а завтра покажу образцы уже после этого все спокойной ночи в общем доброе утро раз я тебе уже сказала спокойной ночи это штука у меня 12 ночи у тебя то еще не знаю сколько значит вот я довязала этот галис от нее мил я посмотрела просто как он называется здесь 450 метров на 100 грамм 86 20 п но это конечно проволока он тактильно напоминает ковры на стенах поешь в детстве все время блин так раздражали у бабушки вот эти ковры я не знаю зачем их вешали может это было такое веяние моды мне никогда не нравились не тактильно не визуально но визуального тактильно это ковер что я могу сказать лицевая гладь безбожно косит не знаю ведь в этого поможет или нет узоры пока вязать бесполезно все равно ничего не видно слишком рябое давай попробуем например вот более или менее видно ну косички выглядят симпатично резинка как всегда от видах я думаю она сейчас разойдется скорее всего в общем теперь точно уже спокойной ночи я пошла свой коврик постираю и завтра тебе покажу помогло ли хоть чуть-чуть в эту или нет конечно сейчас проволока просто проволока но ты видишь на вот эту проволочную текстуру даже не пытается как-то распушиться сейчас посмотрим что у нас этого получится и покажу тебе все теперь уже точно до завтра пока привет но все я могу с гордостью похвастаться полностью готовой работает то есть она у меня постирана она у меня высушена на блокаторах уже пришита моя бирочка и они полностью готовы так что единственное что осталось это их торжественно вручить моей сестрички пускай таскает я уже к вам говорила что они весит 75 грамм то есть у меня еще небольшой остаточек остался но вряд ли его хватит на полноценные носки но куда-то добавить вполне и вполне можно и давай пройдемся по вчерашним образцам так значит тут будет кучка образцов но ты не пугайся вчерашним только по вот этому это тот что у меня минотауэр 270 он конечно не открылся так как я ожидала но мех пух кошка мне опять все с куша миром так сейчас я куша мир пообираю мех и пух очень классные видишь какой прям ворс такой очень душевный куша мир опять цвет мне очень нравится он такой вот прям могу даже не молочная сливочный такой чуть-чуть желтизной но очень приятный натуральный красивый цвет тактильно это конечно не классический минотауэр то есть если сравнивать классический минотауэр и вот этот то он более суховат и более шерстистый то есть если вот этот ближе к мире носику то вот этот прям шерстистый так что если вдруг где-то встретишь на просторах интернета минотауэр 270 метров то имею ввиду что ты получишь примерно такой результат но я конечно ожидала большего раскрытия но он в любом случае прекрасен по сравнению с вот этим ковриком это какой-то трэш правда ну ты посмотри какой он перекошенный я не знаю что это за чудо-юдо рыбакит ну так извращаться как таня там варить в уксусе не собираюсь я единственная знаешь что с него придумал навязать каких-нибудь домашних тапочек такое носки домашние какие-нибудь вот что-то такое да потому что мне кажется он и протираться не будет расцветка бомбическая не спорю расцветка огонь но то что на сайте написано супер мягкий рекомендуется для детей я бы конечно поспорила он не колючий то есть он не так что там ты его прикасаешься и он тебя прямо насквозь пронизывает нет но он неприятный он прям совсем неприятное говорю мне он напоминает вот как в детстве на стенах висели эти ковры с плесборники вот из той же оперы и вчера так как я все равно стирала носки я еще решила все свои образцы которые у меня были за последнее время навязаны простирнуть я стираю на быстрой стирке не на режиме шерсть она быстрой стирки и смотри что у меня получилось так у меня выглядит минотавр на 4 и на чем я тут вязала они не на чем я просто на 4 то есть вот видишь на четверке он полностью раскрылся полностью забил полотно и выглядит абсолютно монолитно но он конечно чуть-чуть мне кажется подвалялся но тактильно этого не ощущается то есть видишь все петельки достаточно хорошо видны даже резиночка читается но он стал более монолитным то есть он очень хорошо раскрылся вот даже кстати я если изначально думал что если буду вязать то на трех с половиной то сейчас вот нет четыре с половиной отлично подходит том же самое с яйцами дрозда на три с половиной прям такое забитенькая на 4 очки прям шикардос очень красивая очень нежная пушок очень ласковый бархатистый и вот если ты обратишь внимание здесь вот пушок более короткие чем на белом на белом все-таки он более длинно ворсовый вот белый да и голубой то есть имею ввиду что вот такой вот нюанс то же самое постернула шетланд но шетланд безумно красивый я прям от него в восторге расцветка конечно невероятно он распушился он раскрылся но не подвалялся ты видишь все 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 петельки считаются отлично на 3 на 3 с половиной так что выглядит просто бомбически мне очень нравится ну и соответственно там где мешала шетланд с минотавр тоже все очень чудесненько очень хорошо раскрылся и вот кстати теперь он мне нравится даже в таком сочетании так что возможно этому сочетанию быть так еще раз уж пользуясь случаем я все стирала в машине я также в машине прогнала свой нельсон и я конечно от него в полном восторге это кашемер опять какой-то так он очень-очень хорошо на пух у него невероятный бархатный пушок вот как у джелонга видишь он такой бархатистый он коротко ворсовый но очень очень нежный то есть вот он тактильно прям котеночек очень классно мне прям очень понравился и расцветочка конечно вот эта овсянка очень мне нравится так опять у меня кошки кошамир у меня все с кошамиром все составы 5 процентов кошамира так что нельсон вот прям вообще восторг дальше я еще в машине прогнала помнишь или нет пару недель назад у меня был такой слот тайм это в принципе ой я забыла кто производителя я помню что там классический состав твида то есть единственное что туда примотали 8 процентов кашемира то есть не моего вот этого кушамира именно настоящего кушамира очень мягкий очень нежный хорошо раскрылся заполнил собой полотно и ты видишь то что выглядит прям очень достойно мне кажется любому мужчине связать такой джемпер будет прям очень 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 а жора мне не нравится абсолютно вот ну и косо они тоже в принципе съедаются за счет вот этой крапкости не очень хорошо видно так и вот эта красота я вчера вытащила из машинки и я просто хотела выбросить все что у меня есть на спицах и начать прям вот невероятное полотно очень мягкая прям очень мягко невероятно красиво раскрылась не могу сказать что здесь прям четко читаются косы да они как бы сливаются но фактура просто невероятная это у меня траппер от биоджоли модеста здесь 70 процентов мериноса и 30 кашемира она и 5 процентов моего кушамира как всегда очень красивый вот прям я говорю я достала из машины такого уж насколько я избалована хорошими составами и мне так вот побаловать меня достаточно трудно но ему это удалось следующее что меня в полный восторг ввергла это подарок от нины ты помнишь мою селедку под шубой это north to pole по моему правильно произносится и не буду как утверждать я не знаю я прочитаю как north to pole ну то есть это северный полюс если вы через google переводчик перевести это стопроцентный меринос 450 метров на 100 грамм здесь на троечке здесь на три с половиной я хочу сказать что на три с половиной он вполне вполне достойно себя ведет то есть ну как бы на теле он будет не прозрачный понятно что если на просвет он прозрачный то на теле нет но и на 3 на троечке тоже конечно супер расцветка вот прям все цвета все оттенки абсолютно мои на все сто процентов и здесь тоже как у нельсона сейчас попробую сфокусироваться видишь такой бархатный бархатный пушок он не очень длинный он тоже коротко ворсовый как у обычной кардной шерсти но очень красивый потом дальше было мое разочарование кашемир с хлопком не то что разочарование его не так дорого купила для такого состава но я конечно ожидала что все таки здесь будет преобладать кашемир они хлопок но как видишь пуха особо нет никаких восторженных эмоций особо нет тактильно приятный мягкий комфортный но я почему-то ожидала больше бывает не как бы нитка хорошая спору нет но я ожидала большего также у меня давным давно еще в запасах был но я не стирала машине решила прогнать это артикул плута его я покупала валинде здесь 30 буретный шелк и 70 шерсть но что-то вот мне он вообще не зашел я буду думать куда его подмешать причем он до этого был лысый но был мягкий а после машинки устал он стал пушистый но стал какой-то колючеватый то есть как-то вот я не поняла не совсем поняла эту ниточку куда я хочу на просто ну раз прогнала в машине то показала у них по моему белого нет но другие цвета плута у них есть также валинде я еще очень очень давно покупала у них очень дешевый кстати и несмотря на всю не на все недопонимания с этим магазином обрати внимание может прям в поисковой строке забить буретный шелк и тебе выпадут вот такие твиты по 220 там буретный шелк 30 процентов и 70 шерсть он тактильно вообще не колючий он очень хорошо раскрывается он очень хорошо распушается вот здесь у меня просто вот этот вид а здесь я подмешивала одну ниточку ним не знаю у меня нету названия потому что это прям сток сток там было написано состав альпака меринос плюс по и плюс другие волокна непонятный состав в общем я так думаю это что-то типа роуш потому что видишь здесь тоже тонюсенькая тонюсенькая пушистенькая ниточка вот я ее подмешивала но чистый твит вот так выглядит очень красивый так что если хочешь попробовать недорогой вполне неплохой твит но он сухой учти сразу он сухой от него вот этой мериносовой шелковистости не жди у него такая шерстистая фактура которая будет сухая и что меня просто тоже как и траппер ввергла просто нереальный восторг это из магазина вязь я тебе уже давным-давно показывала артикул вул ангора я его до этого ручками стирала вчера прогнала вместе со всеми своими образцами в машине то посмотри какой это мех он такой красивый он такой мягкий и мне он нравится причем и в косах и резиночка красиво прорисована естественно не держит но прорисована она мне нравится как красиво очень красивая изнаночная гладь да но посмотри как бы очень красивая такая текстурирована и ажуры вот он прекрасен во всем вообще ни одной претензии к этой нитки нет особенно учитывая цену и качество так это просто полный восторг сейчас есть и найду бобину так это у меня вул ангора 30 30 ангора 70 меринос 300 метров на 100 грамм философия производитель я покупала в вязи у них там были еще другие цвета у них там безумно красивый бирюзовый но мне еще и к ему у них там очень красиво но мне понравился вот этот серый он чуть-чуть с розовым подтоном я взяла племяшки на жилет надеюсь когда-нибудь свяжу так но я же тебе вчера еще заявила что мне таня прислала ну точнее как она очень грозилась мне прислать в подарок ей запретила в подарок и мы с ней совершили своего рода обмен я отправила альпаку с яком она мне бобинку вот этой супер пиумы ну что я тебе могу сказать это наверное один из самых мягчайших лобков из которых мне приходилось вязать здесь у нас идет как-то не сказала 570 метров на 100 грамм стопроцентных хлопок и здесь идет скрутка даже не скрутка а смотка из пяти ниточек тоненьких я не знаю почему магазин воли да где-то не покупала заявили что здесь 500 метров на 100 грамм потому что если мы посмотрим тит тите написано 2 на 70 то есть это три с половиной тысячи в 5 не так то есть это 700 метров на 100 грамм и вот как бы 700 метров на 100 грамм не в принципе больше кажется что похоже на правду но не буду спорить с магазином у них наверняка была какая-нибудь накладная да по которой они заводили этот артикул и вот что у меня получилось из образца это это и вот то есть здесь я вязала все на тройке потому что тройка это принципе наверное минимум на который я сейчас готова пойти на вязание плечевого изделия да можно было бы связать очень плотненько красивенько на два с половиной но я если честно не готова ни морально ни физически колупаться на такой тонкой ниточки и почему я не закрыла да и не показал не показывать тебе уже готовый образец чтобы ты обратил внимание что это у меня заводская смотка то есть бобина уже вот так вот была смотана в магазине и нее уже есть провис так что имей ввиду когда ты решишь сама в домашних условиях себе намотать пряжу провисы очень очень легко себе обеспечить поэтому если есть возможность лучше вяжи от разных бобин ну или от разных клубков да ну как правило любые магазины да например та же самая вязь они размотать тебе хоть на 250 мотков у них я не помню стоит по 200 рублей килограмм размот так что в принципе это не та сумма из-за которой нужно страдать возможно это я где-то пропустила петельку даю мне этот провис сформировался и почему же я эту часть отвязала потом сделал отбивку и на том же размере спиц потому что я тебе уже говорила что я хочу себе набор чагу вот у меня троечки были но я обычно смотри в хаяхая и в чагу троечек в наборах нет их нужно докупать отдельно поэтому я себе что хаяхая что чагу сначала купила тройки купила по одной лесочке повязала они мне понравились и потом я решила покупать себе набор и не ли не покупать но из из хаяхая это случилась любовь сразу раз и навсегда то есть чагу определенные вопросики у меня были поэтому на чагу я созрела только сейчас и вот смотри в принципе я разницу не вижу то есть и там и там полотно ровненько и там и там полотно красивое и там и там полотно в принципе без зарядности ну на чагу мне кажется чуть-чуть побольше но возможно хотя нет вот пахая есть реальности по чагу тоже она присутствует но в любом случае и на тех и на тех спицах мне вязать понравилось но такой нюанс что хаяхая для меня лично нам более скользкий поэтому вязать было немножечко сложнее на хаяхая чагу они более матовые поэтому они чуть-чуть притормаживает полотно она не убегает и смотри так случилось да что я сейчас вижу водолазку вот этот кашемирова на троечке то есть у меня sharp троечка 1 там ну там 2 спица 275 одета потому что я вижу по кругу я хочу тебе сравнить кончики если мы сейчас увидим если вдруг случится чудо видишь так давай поменяем местами вот так вот этот первый кончик это мне спицы чагу второй кончик это стилы от хаяхай и третий кончик это хаяхай sharp и теперь смотри вот здесь вот понятно да насколько sharp тоньше чем все остальные то есть он прям намного тоньше хотя по длине все троечки все три спицы это все троечки лишь по длине кончики примерно одинаковые кстати даже вот так видно что хая более блестящие они более скользкие чем чагу так что принципе если тебе не нужны супер острые кончики или хаяхая стил или чагу если любишь супер острые кончики то хаяхая sharp прям рекомендую рекомендую моя любовь раз и навсегда но чагу тоже очень хочу не могу ничего плохого про них сказать они мне нравятся но вот единственное говорю из-за их матовости на некоторых пряжах у меня прям вот по зубам вот даже вот так вот водишь они вот хаяхая нормально а вот эти вот сразу даже звук другой но я не могу это передать в общем как то так в общем хотела подключиться на пять минут а в итоге с тобой уже на 20 минут наговорили так что я с тобой на сегодня прощаюсь сейчас я закрою образец из хлопка пойду его по стираю его в принципе хотела закрыть но потом решила тебе просто показать что даже у заводской смотки легко легко нарваться на провисы так что имей это ввиду но хлопочек потрясающий конечно если бы летом он не продавался с этими ужасными пайетками я себе его давно купила причем там цветовая палитра нереальная просто нереальная а мне будет вот такая вот ну мне кажется это цвет лен таня говорит что воли он назывался халва мне кажется это все-таки лен все я с тобой прощаюсь до завтра далеко не уходи пока привет а я сегодня начну с хвостовства и мне даже не стыдно потому что этот цвет он нереальный ты смотри что я нашла ой это опять мой кашемер это нельсон до полторы тысячи на сто грамм и просто невероятно крутой цвет такая очень богатая фуксия даже наверно скорее цикламен в нем такие неоново-розовые темно-синие крапушки еще белые голубые но он нереально крутой вот я начала вязать образец я его когда довяжу я постираю и наверно уже завтра тебе покажу но это только одно хвостовство а сегодня самое главное это я получила посылку подарок от своего любимого мужа на 8 марта значит это то что я тебе говорила то что я хотела купить себе спицы чиагу вот я их наконец-то купила я сразу купила сто пятьсот лесок на все размеры все диаметры какие мне нужны плюс у меня кое-какие еще были спицы у меня кое-какие были значит ну набор достаточно стандартный да я сюда уже перегрузила все что у меня было ну то есть вот у меня были 325 миниатюрный 275 бамбук ужасная гадость но мне вообще не зашли не знаю если кому-то нравится бамбук такую очагу то наверное ок но мне вообще не зашли и на них уже накручены эти переходники на лесочку мини вот троечка у меня была я уже говорила что я покупала набор и свой набор мини я сюда и укомплектовала думаю ну пускай будет уже здесь все в одной куче лежать все это у меня чехол чиагу и здесь у меня все мое сокровище спрятано так что я очень рада хочу попробовать отзыв будет обязательно будет видео обзор но после того как я ими повяжу потому что первое впечатление да чехол супер спицы классные для меня немного шершавые но я их поэтому не покупала мне не по зубам прям дает но так вот прям прикольный но я по моему уже горилла покупала в магазине в 3 меня плохо с английским но переводится это как шерстяное дерево или ну шерсть дерева до в 3 дерева вот у них единственных не то что в москве а вообще я просто открыла google и на 4 уже страницы нашла у них в наличии наборы чиагу именно 13 сантиметров ски не знаю что за беда нету просто вообще наборы чиагу они исчезли их просто нету вообще нигде не могла найти очень долго искала там работает очень приятная девушка катерина мне кажется что она хозяйка но судя по тому как она разбирается в своем товаре и как увлечена она говорит о пряже да ну видно что человеку это действительно нравится это ее жизнь я пришла к выводу что это хозяйка если она не хозяйка продавец то я считаю что фирма должна платить больше как лучшему продавцу потому что девочка очень грамотно и очень приятно было с ней общаться у меня помимо спиц было еще такая пряжа я давно ее хотела попробовать очень много плохих отзывов я на нее слышала но я не ручаюсь за плохие отзывы я ручаюсь на свои собственные впечатления катерина меня сразу предупреждила что ниточка неоднозначно за счет того что здесь именно меринос они шерсть верджи волл странно написан просто верджи волл не написано что меринос но верджи это а вот супер ложь мери на волк то есть она супер ложь она мерино и она очень скользкая и она достаточно тоненькая то есть если ее например сравнивать с тем же самым газал посмотри какая разница да то есть она кардинально намного на а ну так газа уже у нас идет 300 метров не лучший вариант а вот смотри у меня есть опал на который идет 400 метров на 100 грамм но опал это шерсть а это меринос то есть если мы их вытягиваем да они даже так опал намного толще в общем ниточка очень шелковистая очень очень нежная прям вот на из нежнейшая то есть ну акрил не чувствуется и меня катерина сразу предупредила что нужно вязать на шершавых спицах очень тоненьких и она сказала что пряжа расслабиться на реально расслабиться но я взяла вот у меня два миллиметра чагу я ими как раз таки не вижу потому что вот это вот шершавость чагу видишь по ней даже как-то но с хаяхая небо уже улетели а вот чагу как раз таки дает вот этот эффект скрипучести на что не так сильно убегает но полотно нереально красивая идеально ровненькие петельки даже нереально красивая изнаночная гладь я вот отвязала небольшой образец я прям в полном восторге но это я просто отвязала образец я вы сейчас сниму потому что я купила такой цвет я тебе по-моему уже горела до что я хочу навязать таких вот ходовых размеров носочков просто чтобы меня лежали там на день рождения пригласят или на новый год следующий в общем вот как оля северное вязание да у нее есть носочная коробка я вот тоже хочу навязать носков хочу очень много отправить носков к сестре в израиль потому что когда она только туда переехала жить она мне доказывала что в израиле носки не нужны что это южная страна что вообще это бесполезная трата времени и денег но так как она там сейчас пожила отопление у них нету у них лучшем случае есть только кондиционеры кондиционером нагреть квартиру достаточно сложно когда начинается сезон дождей то это практически невозможно в этом году у них даже снег в иерусалиме шоу то есть ты представляешь что такое находиться в абсолютно холодной квартире под кондиционером когда за окном снег так что я хочу им всем навязать носков чтобы они у них были потому что они на самом деле их носят причем носят активно и как бы и сестра и дети у нее и муж и в общем у них там большая семья и всем нужны носочки так что к этим к этой пряжи я вернусь попозже хочу связать носочки какие-нибудь там я думаю это что-то будет с аранами или со скрещенными петлями и скорее всего на размер где-то 40 42 что-то такое что может и женщине подойти и мужчине тоже так в общем я это распускаю потому что образец был просто исключительно для того чтобы тебе показать красоту этого полотна нереально красивая вот и в интернете естественно было еще очень много отзывов что это ниточка кашлатица во время носки ну мне кажется из ее плотно связать тут кашлатица нечему но думаю на катышков и износостойкость будет не хуже чем у любой другой ниточки и кстати на 8 марта на наборы ну на всю продукцию чагу на вот эту продукцию еще на два артикула не помню на какие была скидочка 15 процентов так что я все купила очень очень выгодно но я же тебе всегда хвастаюсь если я нахожу что-то очень выгодно и интересно так сейчас я это обратно попробую затолкать потому что куда-нибудь поиграем так ладно этим я займусь потом зато они все я справилась так значит ниточку убираем эту но пока я общалась с катериной она мне предложила горе давайте я предложу какие-нибудь образцы ниточек до чего из чего вы не вязали чтобы вам показать мне очень интересно стало у них на сайте вот такой твит и почему мне он стал очень интересен мало того что он очень очень красивый он достаточно толстенький здесь 150 метров на 100 грамм в общем смотри мне катя упаковала катерина на вот такую небольшую катушку здесь была намотана вот я на все что было намотана связала такой образец вот ниточка так сейчас я прочитаю что как она называется я оставлю ссылку на магазин магазин я так понимаю или недавно открылся или как-то не особо раскручен поэтому там и цены очень даже гуманные ну начало естественно цены как везде да если без скидки потому что это к сожалению дилеры диктуют как бы это не зависит от магазина я думаю магазин бы и бесплатно вам отдал все что угодно но не имеет такого права ага вот нашла еще вторую образец у меня то что мне порекомендовала катерина сказала нужно обязательно попробовать сейчас прости я пошебуршу чуть-чуть хочу развязать прочитать тебе что значит смотри вот кстати название магазина вол 3 я же правильно перевожу да это же называется шерстяное дерево значит ниточка читай сама я не знаю как это произносится рейн дау бау не знаю это от и трофил турция 50 грамм 150 метров но самое прикольно это цена моток 150 рублей для сравнения сейчас в магазине вот последний раз я покупал вот этот слотаем 2 900 так что у нас еще а нельсон 2 800 и причем нельсона это нужно еще и сматывать а это у тебя готовый моточный твит который если ты тем более вяжешь на заказ ты ну как бы это получается постоянные регулярные поставки на за 150 рублей вообще халява мне вот очень заинтересовал этот артикул и катя мне по катерина положила образец вот я его связала и мне нитка понравилась я его еще не стирала я щас по стираю я тебе просто решила сначала до показать потом после вязала на четверки он конечно на нот на плечевое мне кажется можно было бы даже побольше взять на шапку я бы наверно взяла троечку на но мне кажется он именно классный будет на шапке за счет небольшого содержания акрил он будет достаточно износостойкий но тем не менее он будет и очень тепленький кстати вот не кривовастенько конечно я связала но все равно даже вот смотри да вроде бы как рядность есть но она не очень сильно видна и изнанка просто потрясающе мне очень нравится первый раз такое вижу что на лице рядность больше видно чем с изнанки в общем если ты ищешь бюджетную не неплохую ниточку для постоянных закупок да там для шапок или еще для чего-то то мне кажется прям шикарный вариант екатерина сказала что у нее эту шапку о эту пряжу часто спрашивают на носки она сказала что она свяжет небольшой небольшие следочки потому что пряжа естественно не резинки ничего не держит до что носки могут не пройти но она хочет связать следочки чтобы посмотреть износа стойкости тогда скажет подойдет она на носки или нет но в любом случае мне нитка очень понравилась еще постирает тебе покажу что у меня училась он получилось после а мне катерина посоветовал да эту ниточку я у него попросила потому что мне стало очень интересно посоветовал вот такую красоту значит смотри это у нас bio lana fine от mondial стопроцентная органическая шерсть которая вот просто супер-пупер натуральная без окрашивания без ничего в 50 граммах 175 метров я тоже вязала этот образец на четверкин там по моему стрел до 4 с половиной лет до пяти или что-то такое было мне просто и были спицы четверка скрученная на них и связала потрясающе красивое полотно очень мягкая мне кажется даже деткам хорошо будет и она очень шелковистая то есть вот если бы я просто так пощупала я бы наверное подумал что это шерсть с альпакой но здесь стопроцентная шерсть очень классно мне прям очень понравилось причем тоже не мне кажется для такого крутого состава по моему 300 или 300 или 330 рублей за моточек мне кажется это вообще недорого и цвет просто суперский так что вот такая для деток для аллергиков да там если у кого-то аллергия на химию какую-то прям вообще суперская тоже еще образец не стирала этого тоже мне такая маленькая катушечка была все что я связала по стираю образец высушу 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 его и тебе обязательно покажу а пока я тебе покажу высушенный красивый образец из супер пиумы помнишь я тебе вчера показывала я связала он не от паре на ничего причем я его специально вот просто постирала вот так вот кинула и он высох то есть я его не расправляла ничего при всем при этом мне кажется он очень достойно выглядит лицевая гладь очень ровная красивая и мне очень нравится резинка она естественно не держит ничего но визуально она мне прям очень нравится и вот кстати косы тоже прям на загляденье ну вот ажуры мне кажется вот эту пряжу делает какой-то бабушачий а косы прям восторг очень нравится очень мягко и относительно ним ну как мнется но не больше чем какая-либо другая так что я прям в восторге ну видишь просто в москве в прошлом году этой супер пиомы было полно во всех магазинах но везде было с пайетками не но были бы поедки какие-нибудь маленькие красивые я бы может и купила вот эти вот серебряные пятаки на всю жопу ой прости ну в общем не поняла я эту пряжу который продается а вот без поедок прям огонь и кстати таня not которая мне прислала эту ниточку она в магазине воли купила тоже супер пиому только с микро поедками в цвет это совсем по-другому выглядит она мне присылала образец это полный восторг конечно от вот от того что в московских магазинах продавалась это небо и земля в общем я тебе уже наговорила кучу всего побежала по стираю образцы покажу тебе ну там кстати магазине в утре много всего интересного это я тебе вот просто показываю еще раз название магазина загляни потому что цены у них прям очень-очень кстати у них был от шахин маяр мирина як по по моему по 845 он уже в некоторых магазинах за 1000 зашла цена так что если ты тоже любишь мирина як от рейки то советую к ним обратиться вот такая у меня красота пойду постираю покажу попозже все привет но все наконец-то наступила пятница я ее дождалась мне иногда не кажется что она не придет никогда но все-таки она приходит и давай я начну с вчерашних похвастушек это вот я связала образец и постирала из вот этой и кошмака ламы обалденная ниточка вот просто обалденная нереально так но я думаю это еще не забыла что это это у меня то день прошло у тебя пять минут в любом случае я внизу подпишу что это за ниточка и это сайт вол 3 но нет как бомбическое просто мне очень понравилось очень классная даже вчера вот прям сидела думала что взять хоть на шапочку может моточек мы посмотрим наверно к следующей зиме обязательно возьму это первый образец а это нереально красивый твит он очень красивый я не знаю ну камера принципе его хорошо передает хорошо передает цветы видишь какие здесь крапки они прям разные такие синие это вот прям такая весна нереально красивая я очень хочу какой-нибудь не знаю но типа жилета или без рукав хотя я не знаю я жилеты не ношу ну вот мне кажется именно какой-нибудь такой жилет было бы очень классно еще сделать например самый простец кидая руликом обработать чтобы она так все было полузавернута ну в общем очень красивый и он тактильно очень мягкий то есть у него нету вот там кашемира до какого-то но вот колкости нету вообще не на секундочку не на грамму личку абсолютно цвет очень красивый это я тоже тебе подпишу что это за красота и конечно же как же я же могла же не показать тебе этот невероятно красивый цвет нельсона это тоже из магазина вязь нельсона он был в одном экземпляре это я могу тебе сказать что в этом нет но кстати кстати смотри о птичках я тебе несколько недель назад показывала вот такой классный ответ слот тайм из магазина вязь в котором восемь процентов кашемира не моего вот этого каша мира а именно настоящего кашемира который очень мягенький очень очень тактильно приятный и такой вот видишь он прям пушистик в общем у них какой-то глюк был на сайте я просто к ним заезжала когда смотрю у них стоит прям много его то есть ну реально много и синий коричневый я говорю он у вас есть я говорю на сайте он числится что нету они проверили реально у них какой-то был глюк на сайте так что на сайте так и забивай слот тайм но я на всякий случай прикреплю ссылочку если он там еще конечно остался потому что такой артикул это прям диковинка но не часто он встречается и смотри что у меня вчера интересного произошло точнее позавчера помнишь я тебе показывала вот эту вот дерюшку которая сказала что это ковер советских советских времен да которые вот на стенах бисели такой прям тактильно очень крайне неприятный прям фу но очень красивый тем не менее значит я сидела в прямом эфире у одной девушки и что-то загорели как всегда за пряжу за твиды я говорю ой блин мне недавно прислали галис мерзость пакость вообще не смейте брать никогда не все-таки стоять галис ты чё да это классный твит я говорю да вы что его вообще невозможно в руки взять это проволока он не открывается не горит а нет он в принципе не сильно отличается даже от минотауэр я горю как так горю меня вот проволока он реально проволока чем вот этот образец я вчера в кипятке держала хозяйственно мыли замыливала то есть пушок есть да даже неплохой пушок есть но тактильно он неприятный вот прям неприятный вообще не не капель не капелюшечку и видишь у меня не раскрылся он абсолютно прозрачен в общем я за пристала к то они даты не таня прислала на пробу я тебе показывала мне вот такой вот смот не знаю куда эту таблетку применить но я думаю найду и применение на какие-нибудь следочки может быть в общем я приставил к то не говорю тебя родная бобинка надо она мне сфотографировал бирочку ее я присоединю куда-нибудь сюда и по бирочки это получается да действительно от мелифели галис 450 метров на 100 грамм я задалась целью и решила найти в москве до чтоб я могла прийти пощупать и купить галис другому другого цвета или просто вот я в магазине италинка нашла галис бирка такая же точно как и натанином то есть вот у нас не умел спа арт галис 4 450 метров на 100 грамм тут цвета партия как бы все это тебе уже нет не столь важно цвету такой очень красивый я не знаю как он называется сова наверное или что-то такое здесь бежевый с коричневыми с рыжими крапками но очень красивая расцветочка мне понравилось в италинке четыре цвета но я как девушка честно я приехал кстати о птичках я закончила благотворительные носки и их я сразу соответственно отвезла в италинку раз уж я там была поэтому я в конце самого видео прикреплю носочки фотографии до их перед тем как ада чуть-чуть пофоткал если ты их в instagram не видела то останься до самого конца посмотришь в конце носочки но суть не в этом то есть тактильно даже на этапе просто бобин ну просто пряжи они абсолютно разные то есть они тактильно очень разный вот этот я не скажу что мигусик хорошенький пушистенький из него хочется вязать не здесь чувствуется грубая конкретная пропитка вязать не могу сказать что прям кайфуешь но он в любом случае намного приятнее чем вот этот но так как я девушка честно я в италинке честно я сказал говорю вот так то так то вот смотрите вот образец вот галис и они мне рассказали что сейчас в италии очень очень много идет подделки и подделывают не пряжу а бирки то есть закупают непонятно какой сток и лепят на конуса просто не родные бирки ну поделать сами бирки да и продают грубо говоря какой-нибудь там твит за три копейки как гали соответственно магазин когда его получает они могут об этом не знать они мне горят вот смотри и показывает у них стоит бобинка очень красивого цвета такой пыльно-голубо-бирюзовый но не знаю такой очень красивый цвет как ты думаешь что это я щупаю грифу кучу за гадость шерсть какая-то прям колючая но тоненькая ниточка да там полутора тысяч никую судя по метражу они горят а это на самом деле к нам пришло как блин они назвали очень очень популярный меринос от лана гата я забыл как он называется но если вяжешь с мериносом да его сто процентов знаешь то есть такой прям очень очень популярный мериносик от лана гата то есть это и близко тактильно не соответствует тому что пришло по факту поэтому они говорят мы сейчас будем все бирки срезать и продавать его как сток шерсть ноу нейм потому что это не соответствует заявленным но в италинке не такой большой ассортимент на самом деле да там не такая там палитра не так много артикулов и они могут через себя через руки пропустить все бобинки по сути до образцы не могут все связать но пощупай да хотя бы там из партии пару бобинок они вполне могут а там где таня брала она это покупала в стояной нитки это оптовая большая база то есть они продают только бобинами и когда у тебя палеты одного и того же артикула который ты палету получил эту же палету продала и куда-то отправила да ну пускай не по лету а две-три бобинки у тебя не всегда есть возможность с каждым артикулом разбираться единолично поэтому вполне вероятно что к сожалению таня нарвалась на подделку поэтому будь внимательно но италинке я объяснила для чего мне этот твит нужен они сказали вообще без вопросов горит забирай дома свяжешь образец если он прям совсем совсем плохой привозим мы его заберем обратно я говорю все без вопросов вот я взяла бобинку связала образец сейчас я его пойду постираю займусь своими делами пока он будет сохнуть и попозже подключу тебе расскажу отличается ли вот этот галис от вот этого и я тебе по моему уже горила до присоединю фотографию от бирочки вот этого галиса то есть бирки идентичны все идентично мелифили и что я еще заметила пока вязала образец вот этот галис который вот бордовый он идет прям сильно-сильно скрученный но нитка не особо заворачивается то сидишь она как бы ровно да то есть он ее не ведет никуда но такое ощущение что она прям перекручена ее прям хочется чуть-чуть раскрутить сейчас попробую поймать фокус то есть она такое ощущение что вот она прям просится чтобы ее чуть-чуть под раскрутить она как перетянутая а вот этот галис он такое ощущение что здесь прям отработка то здесь мне как и в колей да попадались и ниточки маленькие блесточки то есть это прям вот такой стопроцентный ресайкл то есть стопроцентная переработка который в которую весну я так понимаю что они какие-то изделия переработали данилами не факт что изделия имена может быть там какие-то там партии пряжи отвязы образцы еще что-то там переработали все в кучу смешали добавили чуть-чуть по чтобы это все как-то соединить в общую массу и уже выпустили вот этот вид они тактильно и по ощущениям и по внешним данным они абсолютно разные но как бы по камере х это не очень понятно но они абсолютно разные даже вот видно что этот более равномерно ниточка чем этот так что в общем спасибо магазину и таллинка у них там кстати четыре цвета поэтому я сейчас проведу в эту ложечку и тогда мы будем знать можно ли вы таллинки покупать я причем ну спросил горю там какие самые мягкие они сказали они все тактильно абсолютно одинаковые то есть not в бобине поэтому я выбрала такой цвет что если как бы все с ним хорошо то чтобы я смогла его куда-то применить не он больше всего понравился такая вот мне кажется это что-то типа совы и вот как-то так очень красивый такой бежевый с коричневыми крапками так что сейчас пойду постираю и когда он уже высохнет я к тебе подключусь и расскажу весь легализ одинаково полезен поэтому пока у нас рекламная пауза а кстати вот давай я носочки сейчас присоединю как раз посмотришь на носке пока будет сохнуть образец я вернулась образец высох и конечно очень жаль что камера это не передает но тактильно это небо и земля я не могу сказать что вот это самый лучший твит на свете даже ну минотавр помягче поровнее но это тоже очень красивый с неплохим таким пушком но выглядит он классно ничего не могу сказать в общем не буду я возвращать бобинку в общем подводим итоги галис нужно пробовать и я считаю так что если ты купила галис и он у тебя вообще не раскрылся у тебя вот такая вот проволока которая очень напоминает ковер у бабушки на стене то есть смысл обратиться к поставщику да и сказать что вот так и так да считаю что крайне неправильно продавать некачественный товар ну или выдумывать для него что-то специфичное но сейчас он не могу сказать что он колки но тактильно мне он не нравится неприятно я попробую его еще выстирать этот мне тактильно нравится не могу сказать что это лучший твит на свете но вполне имеет право быть тем более я покупала по 250 в италинке а в интернете я видела и по 220 по моему но мне нужно было прийти и купить то есть у меня вопрос том что но опять же италинка это тот магазин которому я доверяю который в случае чего видишь они мне сами предложили что если не понравится привезешь а дашь без проблем так что в принципе твит неплохой вот ну в живую он честно выглядит намного и намного красивее я сейчас попробую сделать пару кадров до фотографии возможно так она будет лучше выглядеть в общем на этой жизнерадостной ноте я тебе советую все пропускать через свои руки в идеале доверять блогера можно да я не спорю много блогеров пробует пропускать через свои руки если есть какие-то авторитетные люди которым доверяешь что вполне имеет право быть но все же лучше доверять своему собственному опыту и своим собственным знанием вот такие у меня образцы за неделю неделя получилось абсолютно не вязальные но зато две пары носков готовы достаточно продуктивно все хороших выходных тебе отдыхай потому что впереди весна она весну нужно очень много сил чтобы гулять дышать воздухом и вязать лето все пока и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok